Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор об итальянской карьере Алексея Миранчука. Его команда добилась важной победы, смогла обыграть Рому, причем в том матче, где уступала по ходу встречи. Уже на первых минутах этой игры римляне вышли вперед, но в результате Аталанта ответил на это четырьмя забитыми мячами. В общем, яркой получилась и игра, и Аталанта, конечно, может записать себе ее в актив, но, увы, Миранчук здесь вышел только под самый занавес встречи. И давайте разберемся, как он играл, как он провел вот эти последние минуты на поле, ну и какие выводы можно сделать из этой игры касательно будущего Миранчука. Футбольный легион. Идеальное хобби для настоящих мужчин. Виртуальный футбольный мир. Здесь все по-взрослому. Вы управляете своим футбольным клубом и участвуете в соревнованиях с другими людьми. Все как в реальной жизни. Тренировки, игры, трансферы, национальные чемпионаты, интеркубки, чемпионаты мира. В расписании пару матчей в неделю. А кому мало, для того онлайн-турниры каждый час. А вдобавок живый форум и сообщество любителей футбола для общения. Ссылка в описании. Итак, касательно стартового состава. Здесь сразу бросилось в глаза отсутствие Папу Гомеса, а также Ильичича. Двух ветеранов, двух легенд и двух фактически лидеров полузащиты коллектива. Которые сейчас вроде как в конфликте с Гасперини. Но, к великому сожалению для нас, ситуацию для Миранчука это мало поменяло. Потому что даже в отсутствии этих исполнителей есть кому закрыть зону под нападающим. В частности, в этой встрече здесь появился Песина, который больше привычен нам по центру поля. Но здесь его сдвинули под нападение. А также Малиновский. Ну и на остаре Сапата. И хотелось бы отметить, что по ходу игры появились уже и ветераны, появились и другие футболисты. Ну а Миранчуку пришлось ждать вплоть до последних минут. Как я уже упомянул, Рома забила на старте встречи, на третьей минуте Джеко. И поэтому здесь Аталанте нужно было планомерно укреплять свою атакующую группу. Появился на поле Ильичич, которому представил стать одним из, знаете, таких героев данной игры. Появился Мириэль. И лишь третьей заменой на поле появился Миранчук. Заменил он на старте 80-х минут Малиновского. Фактически замена по позиции. Ну и он должен был в тот момент уже просто добавить какой-то интенсивности, добавить прессинга. И добавить комбинационной какой-то надежности в атаке. Потому что к тому моменту ввела в счете уже Аталанта. И им нужно было просто удержать победный итог. Ну и в результате при Миранчуке был забит четвертый гол. Причем забить немножко даже обидно. Ильичич в той ситуации мог отдать пас Миранчуку. Но вместо этого решил ударить сам. Хотя там была перспективная ситуация и для Алексея. Если оценивать в целом данную встречу с точки зрения статистики. То Миранчук провел ее достаточно толково. Он получил оценку 6,2 от сайта Huskort. Который подсчитывает все технико-тактические действия. Для сравнения тот же самый Пессина. Вышедший под нападение в основе. Он получил 6,1. То есть Миранчук сыграл лучше своего партнера по команде. Который закрывал его позицию в стартовом составе. При том, что Алексей вышел на поле в той ситуации, когда игра фактически закончилась. Когда нужно было просто удержать счет. То есть в этой ситуации ждать каких-то подвигов было наивно. Потому что команду уже откровенно доводили матч до логического завершения. Рома уже понимала, что не сможет отыграться. А Аталанта не особо взвинчивала темп. Что касается Миранчука, понравилась его активность в плане передач. У него 12 пасов. По ходу этой встречи 9 из них оказались точными. Хорошая, в принципе, статистика для атакующего хавбека. И, в принципе, он старался помогать команде. Только в этих условиях, ясное дело, уже фактически был решен исход матча. И поэтому, ну, не скажу, что мусорные минуты. Как иногда говорят, что в концовке матча вот это вот мусорные минуты, в которых ничего не происходит. И ничего уже фактически не решается. Но это были не самые ценные игровые мгновения. Это были не самые ценные игровые минуты. Поэтому здесь немножко обидно за Миранчука, что он выходит только в концовке. Это при том, что у команды сейчас много проблем с составом. Нету Пашалича, нету Гомеса, нету других исполнителей. Но даже в этой ситуации Миранчуку максимум, что достается, это вот маленький отрезок в концовке. Будем, конечно, надеяться на то, что ситуация поменяется. Но на данный момент мы видим, что у Гасперини Миранчук является в лучшем случае игроком на последние минуты. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну, и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.